итак добрый вечер мы сегодня продолжим начатый цикл вебинаров по дубликации который разделен на четыре части и сегодня мы поговорим о двух следующих задачах наставника которые необходимо знать и уметь решать уметь выполнять для того чтобы был успех и в своем бизнесе и в бизнесе своих партнеров которых мы приглашаем в свою команду меня зовут любовь федорова для новых людей кто не знает кто будет первый раз смотреть я являюсь региональным куратором латвии итак мы сегодня поговорим о том для чего нужно планирование для чего нужно управление нашим временем и как мы делаем телефонные звонки от чего они зависят и что такое телефонный этикет мы говорили о том что мы учимся ставить цели что очень много зависит успех нашей работы зависит от того как мы ставим цели насколько правильно мы умеем это делать мы говорили о том что мы собираем контакты разными способами что это наш основной капитал и мы без контактов не можем начинать тот бизнес который мы говорим сегодня это в принципе любой бизнес который носит рекомендательный характер это любые млм компании во всех этих направлениях для нас очень важны контакты мне кажется и в линейном бизнесе нам очень важно если у нас есть какой-то продукт нам нужны покупатели на этот продукт поэтому как бы потребители зона потребителей нам нужно в нашем случае это немножечко другое это команды это можно сказать друзья это сплоченность это единение такое это немножечко более тесное более теплое мне кажется потому что мы знаем о своей команде практически все и всех это очень важно для нас как руководители команды как для руководителя нашей группы так и для них самих для тех людей очень важно чтобы они были для нас открыты чтобы мы могли прийти в любой момент к ним на помощь и в работе и может быть даже в любых каких-то других жизненных ситуациях вот но все задачи все вот все то что мы уже знаем вот поставили мы цель вот есть у нас контакта но дальше идут следующие задачи вытекающие из этого для того чтобы начинать работать мы должны запланировать каким-то образом свою работу контакты встречи с этими людьми и ну естественно телефонные звонки потому что как правило мы к ним обращаемся в первую очередь по телефону и мы понимаем что от того как мы сделаем этот первый звонок будет зависеть дальнейший наш успех и дальнейший успех нашего сотрудничества поэтому мы поговорим сначала о планировании и мы понимаем есть такое утверждение и оно абсолютно доказано что правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели его даже назвали правило шести п то есть любые дела большие или маленькие очень важно распланировать даже какие-то маленькие дела если мы знаем что не делаем их сию секунду вот сегодня и сейчас мы все равно как-то планируем в какой день мы сделаем в какое время это сделаем для того чтобы нам было удобно во первых не думать постоянно о том что оно не сделано мы знаем что мы его запланировали значит оно будет выполнено да и в то же время мы освобождаем другое время вот это свободное время для каких-то других дел даже в маленьких делах очень важно уметь все распланировать вот мы знаем что очень много есть разных видов ежедневников планировщиков здесь вообще нет какой-то определенной точной такой рекомендации каким именно ежедневником каким планировщиком лучше пользоваться то есть каждый из нас по мере своего восприятия по мере своего не знаю визуального какого-то наверное восприятия правильно будет слово да он сам придумывает как ему легче кто-то любит расписать каждый свой день по часам пожалуйста если вам так удобно делайте вы тогда четко можете видеть сколько времени вы затрачиваете на какое дело и сколько времени у вас остается кто-то любит просто записывать дела в один список может быть сортировать их по важности да по быстроте исполнения но вернее по насколько срочно нужно выполнить эти дела то есть абсолютно неважно какой вид планирование вы выбираете главное чтобы он был и если это все на бумаге если это все визуализировано но сейчас конечно у многих есть электронные ежедневники если удобно пользоваться пожалуйста но если это все записано если вы все видите перед глазами это очень сильно вас организовывает и когда мы видим список дел мы четко можем представить с чего мы начнем и дальше к чему мы перейдем потому что допустим мы знаем что есть определенные пять дел которые завтра нужно сделать и утром мы поднимаемся и начинаем думать за чашечкой кофе так с чего я начну вот если я буду делать первым вот это потом потом вторым давай да попробую так начинаем делать первое дело вспомнили ой нет там же было что-то более срочно нет я это все пока отодвину возьмусь за другое то вот это вот дерганье от то вот с одной из из одного дела на другое очень нас тормозит мы теряем огромный процент времени на то чтобы выполнить те же пять пунктов если мы эти пять пунктов уже записали они перед глазами у нас есть то за тоже чашечкой кофе мы проходим по этим пунктам глазами и мы понимаем что зачем нам удобнее выполнить что из этого но у нас надо более срочно и да что нужно сделать вот поэтому очень хорошо когда это все есть перед глазами еще можно такое сказать что он планировать если мы план делаем планы на неделю то на рабочую неделю например то очень хорошо этот план составлять в пятницу после обеда когда мы еще находимся в ресурсном рабочем состоянии это я говорю о том если у нас есть какая-то основная работа на на пять дней мы четко себе выделяем какие-то выходные до суббота воскресенье выходные или какие-то совсем другие дела приятные для для души то рабочие моменты хорошо планировать в пятницу на следующую неделю хотя бы сделать набросок потому что мы во первых еще в состоянии работы у нас мозг еще не расслабился вот но в то же время сам большой большое количество большой груз большой пласт дел за неделю у нас уже выполнен мы немножечко можем расслабиться и в таком расслабленном виде в более скажем так не в напряженном а в более расслабленном виде мы можем подумать что нам важно сделать на следующей неделе то же время хочу сказать что планировать нужно не только работу если мы уже начинаем привыкать у меня был такой момент когда я очень была зависима от этих ежедневника своего то есть я совершенно уже ни о чем не могла думать а что чем не начать чем не заняться я сразу открывала я видела у меня на каждый день был план вот с одной стороны это было очень хорошо очень удобно с другой стороны это была большая зависимость от него вот но тем не менее какие-то основные моменты нужно записывать чтобы мы их не потеряли не упустили не забыли ну и вот хочу что я хотела сказать что нужно в обязательном порядке планировать не только работу но и отдых досуг время которое мы уделяем себе который нам доставляет удовольствие то есть у мужчин у женщин это разные моменты время общения с родителями с детьми это тоже необходимо потому что очень часто бывает так что мы окунаемся в работе мы забываем позвонить даже самым близким своим людям вот они это как раз от нас нашего звонка больше всего и ждут особенно родители вот поэтому в обязательном порядке планируем все и работу и свой досуг чтобы во первых открывая свой ежедневник на неделю мы видели что у меня не только работа у меня в эти дни есть приятные моменты кто-то катается по вечерам на велосипеде кто-то может быть какой-то команде там сейчас хорошая погода весна-лето может быть по вечерам ходит на стадион побегать или поиграть футбол с теми же детьми ну не знаю да ну все что угодно да но если мы это запишем в план дня то это будет для нас таким ну как сказать бальзамом когда мы открываем увидим так вот тут я поработаю вот тут будет мое любимое дело вот тут я поработаю а вот здесь остается время на какое-то очень важное но совершенно не связано с работой время дело которое доставляет мне удовольствие или там пользу какую-то то есть мы планируем все и потому что это когда мы все это видим это все дает нам и сил и мотивация выполнить быстрее все свои дела потому что мы знаем что дальше у нас сегодня вечером предстоит что-то очень интересная какая-то прогулка или не знаю может свидание и это нас подстегивает побыстрее выполнить все что у нас написано в списке вот какова цель планирования естественно это увеличение своей продуктивности увеличение результативности той работы которые мы планируем и это самое главное ничего другого здесь придумывать не надо и когда мы говорим того мы сэкономим время вот тут я быстрее сделаю я тут поэкономлю тут поэкономлю то хочу вам сказать что время невозможно сэкономить оно все равно как шло так и идет мы можем его просто не тратить впустую мы можем его просто тратить другим образом на какие-то другие вещи которые представляют для нас большую ценность вот и все экономить немножко наверное даже неправильный термин вот есть несколько статистических фактов опять-таки по поводу планирования первое это правило 20 на 80 это 20 процентов времени затраченного на планирование до начала выполнения задачи сэкономит 80 процентов времени при ее исполнении это доказано конечно статистами многократно иначе бы это правило не было выведено и я вам скажу это знаете как давали какую-то командную работу в школе вот мы делились там на три команды и должны были допустим какой-то проект подготовить нам дается неделя вот или там дается два дня или может быть эта работа на один день с утра до вечера вечером отчитываемся проделанной работе у меня учат ребенок школе сейчас учится еще и у них действительно очень много такого типа работы да у них сейчас очень много разных проектов и мы смотрим почему какая-то команда выполнила очень быстро какая-то команда вот да они выполняют они в конечном итоге сделают но вот уже все перед последним не знаю гудок и звенит гонг все остановили работу да они сделали но они просто пыхтели все это время не подняв головы да какая-то команда сделала очень быстро в них еще было время там побегать столовую сбегать пирожки себе купить почему так происходит все именно от того как организовывается работа изначально вот каждая команда получив какое-то задание естественно должна его проговорить запланировать что зачем они будут делать распределить какие-то обязанности кто за что будет отвечать то есть это же но абсолютно нормально мы это понимаем вот кто-то это делает и вот вам наглядный пример кто это сделала сразу изначально и потом приступил к работе тот работу выполнил гораздо быстрее может быть кто-то схватился сначала за работу потом они пришли к тому что нет ребят надо все таки было по-другому надо распланировать надо распределить обязанности они приходят к этому да но они уже потеряли время они распланируют и они тоже выполнили да молодцы все выполнили но вот по-разному выполнили с разным настроением с разным усилием да потому что кто-то запланировал а кто-то нет но элементарные вещи поэтому конечно лучше планировать и тогда быстрее все получается вот и мы реально управляем тогда мы управляем ситуации мы управляем своим временем и нам на все нам на все хватает времени абсолютно на все и на отдых тоже вот ну и также есть еще тоже в принципе что я уже и проговорила работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25 процентов это вот практически то же самое что еще сказала про команды кто сразу запланировал тот сэкономил сэкономил время этот вы освободил время для какого-то другого интересного задания либо просто побеседы кто не запланировал тот абсолютно все время потратил на то чтобы выполнить полученное задание вот и так что значит третье затратить время на задачи выше и важной ценности что нам может в этом помочь помочь выделить эти задачи и помочь впоследствии спланировать свою работу смотрите первое мы должны понимать за что нам платят какая у нас работа за что мы получаем вознаграждение когда мы для себя это выполняем понимаем то нам гораздо проще распланировать все свои задачи то есть может быть кто-то приходит на смену и ему четко платят за проведенные часы на работе но я знаю бухгалтерия она с утра до вечера там эти работает с накладными с цифрами то есть и она понимает что каждый день ей нужно отработать всего лишь вот просто отработать 8 часов и эта работа у нее просто непрерывный идет поток там особо ну что планировать разве что разложить и понять какую накладную раньше нужно завести в компьютер там и подшить в дело вот но если нам платят за результат не за произведенное время а за результат тогда для нас очень важно как мы планируем этот день свой чтобы достичь нужного нам результата очень хорошо понять если у нас какие-то вредные привычки вредные еще можно их назвать обедняющие привычки потому что все вредные привычки они считаются обедняющими привычками и проанализировав это выключать их из своего режима дня вообще из своего энергетического поля выбрасывать все обедняющие привычки и включать обогащающие та же книга то тот же свежевыжатый сок та же прогулка или гимнастика по утрам это обогащающая привычка но смотрите гимнастика по утрам нас очень дисциплинирует и как бы не звучало парадоксально потратив на нее 20-30 минут ежедневно если вы это в систему вводите в свою систему то нам казалось бы мы начинаем тратить свое время на эту гимнастику но это нас настолько дисциплинирует что на самом деле это нам добавляет свободного времени в течение дня потому что когда мы распланируем время для гимнастики свет для своей утренней зарядки и мы поймем насколько она нам нужна и насколько она нам полезна то мы начинаем просыпаться просто раньше это проверено конкретно четко я проверила это на себе то есть начинаешь просыпаться раньше чтобы сделать эту гимнастику потому что понимаешь сколько надо эти сил сколько на тебе дает бодрости на весь день и благодаря этому все дела делаются быстрее энергии больше мы как как генератор мы накачиваем энергию вот этой вот гимнастикой зарядкой этой накачиваем и она у нас уже есть мы после зарядки начинаем уже как заведенная машина браться за какие-то дела и делать то есть ну это я сейчас просто об одной привычке сказала потому что мне она очень помогла вот а может быть для кого-то контрастный душ очень важен потому что это тоже так так бодрит это дает такую энергию человек сразу приступает каким-то делам они ходят там два часа раскачивается никак не может войти в колею как часто бывает особенно когда не знаю не до спишь или даже переспишь дольше немножко поспишь чем надо и тоже бывает нет никакой энергии вот очень важно еще представлять себя эффективным что это значит чтобы мы не делали мы должны четко видеть и понимать какой классный эффект будет от нашей работы какая большая польза будет от нашей работы можно даже представить себе что наверное один и тот же пример все-таки привожу потому что он самый яркий что мы ждем какую-то хорошую должность или повышение в должности и мы понимаем что нам наше вот это повышение зависит четко от нашей слаженной работы насколько как я умею распланировать свой день как я умею четко выполнить все задания вовремя быстро и хорошо от этого будет зависеть мое повышение и представьте себе что в этот день ваш начальник который вам дает новую должность хочет предложить много должность просто за вами наблюдая там допустим ходится за вами ходит какой-нибудь человек с камерой каждое ваше движение снимает не то как вы там долго думаете как мне сейчас пойти почистить зубы там или еще что-то да а вот ваш начальник смотрит на вас как на работника как вы быстро принимаете решение как вы четко и точно выполняете каждое движение да и если вы себе такое представите и по если начнете относиться каждому делу которые вы за которые вы беретесь именно так что за вами наблюдают и вас оценивают для того чтобы дать вам повышение то есть вы хотите показать насколько я хорош дайте мне повышение я действительно с этим справлюсь вот и и мы начинаем шикарно справляться со всеми своими делами запланированными со всеми прям на высшем уровне и тут же мы просто сами собой довольна у нас самооценка повышается нужно очень четко представлять свои цели которых мы говорили то есть мы четко понимаем что мы хотим получить в конечном итоге и от этого и зависит как мы распланируем наш путь к этой цели вот можно составить список из каких-то десяти главных целей но опять-таки если мы говорим о нашей работе нам нужны звонки нам нужна команда нам нужны статусы которые мы в процессе достигаем даже иногда работая с командой в удовольствие не занимаясь построением структуры можно прийти к каким-то статусом достаточно высоким и что было в моей практике что было именно со мной потому что я не шла как сетевик я я не была никогда сетевиком я вообще не понимала как работать со структурами что значит строить структуру да там собирать команду я понятия об этом не имела но мне нравилось мне настолько нравился проект мне настолько нравилось делать презентации рассказывайте проекте что я сама не 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 заметила как я уже стала мастером и я поняла мне сюда эксперт осталось буквально два шага и все эксперт ну вот и тогда мой спонсор давай 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 там подталкивала меня мы можем так сосредоточиться на самой важной нашей цели и составить такое небольшое дерево решений да то есть опять таки это вот эти шаги по которые мы будем идти к своей цели вот это и есть планирование то есть мы понимаем чего мы хотим мы понимаем в какой промежуток временной нам нужно чтобы наше задание было выполнено наша цель была достигнута и здесь же мы тогда делаем план мы делаем план буквально на каждый день как мы будем идти к этой цели вот еще в наших делах не нередко бывает такое что есть очень неприятные какие-то моменты которые нужно выполнить в любом случае потому что иначе мы двигаться не можем и такие дела я называю лягушками да это тоже теория брайана трейси который рассказывает что если мы научимся действовать по принципу люку съесть лягушку то мы научимся справляться с любыми трудными задачами что значит принцип лягушке есть лягушку это выполнить самое сложное задание самое неприятное задание сегодняшнего дня в первую очередь поставить его пунктом номер один после этого у нас огромный камень с плеч спадает и у нас появляется обалденная энергия и обалденная сила для того чтобы дальше осилить вешать весь наш список то есть самое неприятное самое сложное мы ставим самым первым пунктом и беремся за него и делаем не обходим его а делаем его не только потому что там стоит а потому что мы понимаем что если мы его сделаем у нас будет большая энергия мы будем благодарны себе за то что мы это сделали мы будем гордиться собой что мы это сделали и дальше мы остальные тела для нас будут уже но плевое дело если я такое уже сделала что остальное сейчас как семечки перещелку и поверьте мне появляется очень много энергии для того чтобы все это выполнить вот дословно как бренд трейси говорит если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку утешение может служить то что это самое плохое что может с вами случится за весь день поэтому проглотите ее и и пошли дальше так что называем это эти наши свои сложные дела лягушками и прокладываем их есть еще одно такое очень интересное понятие очень важное которое нужно понимать осознавать и ни в коем случае не допускать это прокрастинация то есть это постоянно откладывание важных дел заданий поручений до последнего момента который приводит к негативным последствиям когда мы не можем выполнить какое-то дело вот это эту нашу лягушку которая мы отодвигаем вот это я потом да я попозже да я его на завтра вообще перенесу потому что мы еще не горит поэтому поверьте мне вот с того самого момента как вы осознали что это дело неприятное что вам не хочется его делать но вам его делать нужно будет абсолютно вот нужно вот все равно вот с того самого момента до того самого момента как она это дело будет выполнено у вас на протяжении всего этого времени будут немыслимые какие-то душевные какие-то муки чувство вины перед собой чувство какой-то несостоятельности мы очень себя как вам сказать вот прям понимаете вот перетираем мы перетираем себя мы уничтожаем себя внутри это иногда может быть даже не проявляться но нам все время это дело напоминает ой мне надо еще это сделать господи как же я не хочу это делать но надо это очень тяжелое душевное состояние это очень большое подавление нашей энергии да у нас совершенно мы ее теряем как будто как 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 разряжается батарейка очень быстро таки мы разряжаемся поэтому вот этот вот момент вот эта прокрастинация чем чем дольше мы будем оттягивать это дело тем больше она нас будет просто уничтожать поэтому не нужно этого делать если мы только чувствуем что у нас вот мы уже знаем термин уже знаем как это называется как только у нас появляется что-то такое я отодвину я отодвину сразу себе говорить нет я сильный я умею выходить из зоны комфорта я умею браться за сложные дела их пополнять сейчас я вот это сделаю я сейчас своему внутреннему я говорим я сейчас тебе такой мастер-класс покажу и ты не будешь таким трусливым больше да и все берем и делаем это как раз тоже нашли бошка вот так же для того чтобы распланировать запланировать дела которые дадут нам вот это увеличение нашей продуктивности который будет все таки соответствовать и отвечать нашей цели до цели нашего планирования есть такое закон называется закон трех это тоже как помощь планирование осознание вот это закон что он из себя представляет что из всех наших знаний которые мы приобретаем за жизнь или за на данный момент сколько бы кому ни было лет только 33 знания составляют 90 процентов нашей стоимости только три каких-то знания но не могу сказать навыка потому что когда у нас есть одно какое-то знание то у него может быть много навыков много направлений да поэтому все таки будем называть это знанием только три знания составляют 90 процентов нашей стоимости только они нам могут помочь зарабатывать реализовать себя в полный в полном объеме все остальное мы как бы ну цепляем просто там немножко мы умеем вот здесь немножко это мне нравится делать это мне приятно делать это просто польза очень большая да но есть три вещи три знания которые нам могут принести доход по жизни и главная задача наше это определить эти три дела и посвятить им часть большую часть своего времени может быть их совершенствовать может быть их развивать потому что очень очень важно если это наши какие-то навыки какие-то наши таланты какие-то наши хобби которые нам еще и будут приносить доход да наверное это самое приятное самое супер супер положительное когда наш доход нам приносит наше хобби тогда мы работаем с удовольствием да и мы понимаем что у нас нет такого понятия как нелюбимая работа да очень часто на тренингах говорят если вы хотите уйти с нелюбимой работы тогда приходите к нам мы вас научим да вот мне кажется что в нашем проекте вот кто кто занимается проектом действительно с душой у нас уже нет такого понимания нелюбимая работа потому что мы создавая команды мы же мы не можем их создавать не любя заниматься этим делом мы не можем делать презентацию если мы не влюблены в проект потому что наша презентация не принесет нам никакой радости и никакой никакой выгоды не будет никакого плюса не будет если это нам не нравится мы просто об этом говорить да мы должны захотим об этом говорить то есть если мы уже об этом говорим значит нам это нравится значит работа которую мы выполняем уже можно назвать наш through the Так вот, как выявить эти три дела, чтобы совершенствовать их, запланировать их совершенствование этих своих направлений? Нам нужно задать себе всего лишь три вопроса, чтобы мы понимали, но только не просто так, вот задал вопрос, ответил, а вот задайте себе вопрос и подумайте, представьте себе, как вы отвечаете на этот вопрос. Действительно, это очень полезно. Если бы я мог целый день заниматься одним делом, какое дело принесло бы мне больше всего пользы? Имеется в виду не только финансовой, но и, наверное, всё-таки какой-то душевной тоже, потому что польза, она не только финансовая. И попробуйте подумать, что бы вам не надоело, если бы вы могли, что бы вы могли делать целый день. Потом задаём второй вопрос. Если бы я мог заниматься всего лишь двумя делами, какое дело было бы вторым, которое приносило бы мне больше пользы? И третий вопрос. Если бы я мог заниматься только тремя вещами в жизни, какое было бы третьим, приносящим больше всего пользы в моём бизнесе? И когда вы сможете выявить эти моменты для себя, вы сможете запланировать свою работу, вы сможете понять, что вам надо усовершенствовать, что вам нужно подтянуть, на что вам нужно сделать какие-то акценты. И запланировать это, запланировать до развития, запланировать до получения каких-то знаний, запланировать выполнение этой работы. И когда, вот пример давайте сначала, да, допустим, если мы возьмём какого-то менеджера, да, он управляющий, управляющий отделом, то какие три навыка самые главные должны быть у менеджера для того, чтобы он был продуктивным, для того, чтобы он вот на 100% выполнял свою работу и соответствовал занимаемой должности. Он должен уметь нанять на работу работника в свой отдел, обучить его и управлять. То есть менеджер – это найм, обучение, управление. Всё. Вот три навыка, которые он совершенствует. Он с лёгкостью делает, допустим, любой кастинг, там, любой отбор, любое собеседование может сделать, потому что он специалист, он знает, как задать вопросы. Он знает, как обучить, допустим, человека, который он принимает на работу. Он в нём почувствовал потенциал, он знает, как он обучит человека, чтобы конкретно была, выполнялась та работа и те задачи, которые будут стоять перед ним. Ну и, естественно, управление, контроль и всё остальное. Если мы берём продавца, что он должен сделать? Он должен уметь сделать предложение, он должен уметь сделать презентацию товара, проекта, услуги, неважно чего, и завершить сделку. Продать. То есть, если продавец умеет работать с покупателем и доводит сделку до конца, всё, три навыка, которыми обладает продавец, у нас есть. И главное правило вот этого закона трёх – делать меньшее количество дел, меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить для них больше времени, чтобы мы могли и совершенствоваться в них, в этих вот, да, то есть совершенствуемся и мы понимаем, что мы поднимаем свою продуктивность. Если же мы поговорим вот об этих, допустим, тех же трёх навыках, которые есть у нас, то очень хорошо перенести на наш проект, взять прям список и посмотреть, что нужно уметь для того, чтобы построить, допустим, команду, нашу команду. Что мы делаем? Какие мы задачи? Возьмём, допустим, эти семь задач спонсора. Или возьмём, допустим, те направления, те, не хочу сказать, дела, те задачи, которые мы выполняем для того, чтобы заключить вообще сделку. Какие шаги, вот, какие шаги мы предпринимаем для того, чтобы довести нашего клиента до сделки? Вот. Это приглашение на вебинары, организации встреч, всяких презентаций. Это телефонные переговоры. Это презентация самой технологии. Это проведение вебинаров. Это какой-то, может быть, мотивация, презентация самого маркетинга. Приглашение в бизнес. Кто-то умеет очень хорошо вести разговоры именно о бизнесе. Кто-то умеет красиво рассказать, какой наш проект полезен для планеты, для людей, безопасный и для животных, и для всего живого вообще растительного мира. Просто классно. А кто-то может рассказать, как в нашем проекте можно построить свой бизнес. Внутри нашей компании, Skyward Community, можно сделать свой бизнес. Да, то есть одно и то же, по-разному умеет презентовать. Вот. И таким образом очень хорошо, когда, допустим, нужно сделать презентацию, и мы понимаем, вот кто-то очень хорошо делает презентацию. Очень хорошо может мотивировать, умеет закрывать сделки, но не умеет пригласить, не умеет работать по телефону, потому что он умеет работать только лично. А кто-то умеет хорошо работать по телефону, кого-то получается пригласить на вебинар, кого-то дистанционно кто-то умеет работать. Может быть, кто-то шикарно работает с возражениями, а вот кто-то, допустим, один партнер знает, что он может сделать идеальную презентацию, но он рабеет перед возражениями, но не смог он еще переступить эту черту, чтобы работать с возражениями. А второй, наоборот, умеет спокойно, красиво рассказать, убедить, рассеять все сомнения, но не умеет изначально начать разговор, не умеет сделать презентацию, не умеет сделать приглашение. Очень хорошо, когда мы кооперируемся. Кооперируемся и говорим, ребят, давайте так, мы вдвоем проведем презентацию, я буду это, ты будешь это, давай, ты приглашай своих там двоих, я приглашаю своих двоих, вот мой четверых посадим перед собой и проведем презентацию, ответим на все вопросы. И таким образом мы как бы каждый делает то, что он умеет делать лучше всего, а для клиентов, которых мы пригласили, для них все-таки смена, скажем так, оратора, это я уж такими умными фразами говорю, но когда люди меняются, рассказчик меняется, собеседник меняется, когда разная подача информации для слушателя это очень хорошо, очень правильно, никогда один человек все время говорит монотонно, да, потому что действительно мы иногда, когда долго говорим, мы можем вообще в робота превратиться, потому что у нас, во-первых, очень много информации, люди, которые давно в проекте, у нас информации море, остановить нас достаточно сложно, мы порой сами себя точно не можем остановить, вот, поэтому, когда есть два собеседника, каждый берет тот пункт, который он умеет выполнять идеально, и тогда таким образом получится очень хорошая беседа, презентация, да, поэтому опять-таки, вот это, это я хотела как раз-таки связать вот с этим законом трех, смотрите, что вы умеете лучше всего, и то и делайте, делайте, но если вы понимаете, что вам не с кем скооперироваться, ну тогда нужно взять еще какие-то моменты и, естественно, их немножечко у себя под, ну как бы, помочь, посовершенствоваться немножечко. Так, ну еще очень важно, это, как я говорила, о обедняющих привычках, которые нужно убрать, другими словами, прекратить делать маловажные вещи, то есть научиться говорить нет, говорить нет не только делам, но и иногда даже людям, есть эти, как это, занятия паразиты, есть слова паразиты, есть сейчас уже занятия паразиты, которыми можно назвать, потому что они у нас воруют время, да, и есть люди, которые точно так же воруют наше время, то есть у него он совершенно бесцельный, ему вот лишь бы поболтать, ему же лишь бы то с одним, то с другим, то с третьим, да, научитесь таким людям тоже говорить нет, и это, может быть, поначалу это не очень легко сделать, вам кажется, что это некорректно, но на самом деле это очень нормально, если у вас действительно есть какие-то важные дела, то вы скажете, нет, вы знаешь, я сейчас немножечко другим занята, все, вот. Также можно составить, проанализировать себя, понять, что именно у вас ворует время, и составить рейтинг таких дел, таких названий, под названием «Я больше никогда не буду этого делать», да, и мы переписываете вещи, которые действительно очень сильно воруют время. Например, я уже поняла, что очень большая и неправильная вещь, очень большая ошибка, проснувшись утром, взять сразу в руки телефон, не поднимаясь с постели. То есть я считаю, что телефон в руки нужно брать уже после того, когда встали, умылись, позавтракали, или сделали зарядку, позавтракали, только тогда можно брать телефон, особенно нам, когда нам поступает много звонков, много разных просьб, много разных вопросов, ведь если человек до нас не дозвонился, он же нам напишет, он напишет нам в нескольких мессенджерах, вот. И те, у кого есть команды, когда какие-то вот сложности сейчас у нас, это двухфакторная идентификация очень большая, сложности очень большие, задачи важные перед всеми нами встали, как перед руководителями структур. Хочу, чтобы вы понимали, что это очень важный вопрос, который нужно решить в ближайшие несколько месяцев, буквально в ближайший месяц-два, у кого нету ее, и помочь сделать это всем своим партнерам в своей структуре, да. Так вот, к чему я это говорила, что не нужно, очень неправильно включить телефон сразу утром, только проснулся и давай, ой, тут надо ответить, сейчас я вот этому быстренько отвечу, а вот здесь я сделаю так, а здесь я перезвоню, и все, и у нас день весь вот так вот в перемешку, потом выскакиваем, не знаем, за что хвататься. Вот у нас есть план, вот у нас есть дела, но мы сначала утром встали, привели себя в порядок и дали себе, своему мозгу, своему организму то необходимое, что должно дать нам энергию на весь день. Также очень важно, когда записанные дела, они и записанные, и отмечается исполненное. Это очень важно, потому что каждое законченное дело становится источником энергии, энтузиазма, уверенности в себе. Это дает нам очень много сил. Поэтому, когда мы из списка начинаем вычеркивать выполненные дела, и мы видим, как у нас список выполненных увеличивается, а остаток невыполненных уменьшается, это тоже очень приятно. Если мы будем заниматься этим на регулярной основе, то наш мозг запомнит это состояние счастья. То есть действительно нас радует, когда мы видим, сколько мы уже выполнили дел, какие мы молодцы. И тогда вот у нас вот это вот состояние, такое радостное состояние, от этого начинает развиваться положительная зависимость. И вот тогда хочется писать новый список на завтра для того, чтобы завтра опять вычеркивать выполненные дела. Вот, наверное, как раз-таки я прямо сейчас до меня доходит, что именно вот это чувство, вот это состояние вот этого вот эйфории и счастья, что я молодец, я все делаю, наверное, меня и заставляло писать подробные списки на каждый последующий день и вот прям жить по этому ежедневнику. Потому что я вам говорю, у меня действительно один год была прям очень сильная от него зависимость. Он у меня тогда был очень маленький, он не помещался в любую сумочку, всегда был с собой. И маленькая была ручка, которая вставлялась прям туда, в этот ежедневник. Вот, поэтому вот эта положительная зависимость, в принципе, у нас будет положительная зависимость, да, от приятных эмоций, чем какие-то вредные привычки, отрицательная зависимость. И вот когда у нас вот эта зависимость развивается, у нас появляется желание ставить гораздо большие цели, писать больше, ну, большие планы какие-то, выполнять более сложные задачи. И мы с легкостью выходим из зоны комфорта, потому что мы тоже понимаем, каждый выход из зоны комфорта нам тоже дает те же силы, тот же энтузиазм. Вот. Но еще для того, чтобы понять, как планировать, вот, допустим, я пока что живу без планов, но я решила все, вот я вот Любин вебинар послушала и решила, я буду делать план. Чтобы понять, что планировать, что нужно мне под, как сказать, доработать, может быть, выполните сначала такое практическое задание. Возьмите какие-то основные дела, которые вы выполняете в течение каждого дня, в течение всей недели. И представьте себе, что вот у нас есть такая вот, сделаем диаграмму, такой круг. Это наша неделя, 168 часов. И попробуйте расписать эту неделю по часам, сколько времени в неделю вы тратите на сон, на какие-то процедуры после сна или перед сном, на детей, на родителей, на отдых, на хобби, на работу, на все. Если готовить и кушать, сколько времени приготовила, приготовка еды, прием пищи. Если учимся, то сколько на обучение мы тратим. Вот, если мы где-то работаем и добираемся до работы, то время часы работы, часы нашей дороги, которые мы тратим. Все, учтите все, на что уходит ваши 168 часов в неделю. И вы получите определенную диаграмму. И тогда вы увидите, какие поля у вас самые огромные. И вы увидите, сколько жизненного вашего времени уходит именно на эти дела. И увидите, допустим, если вы там для хобби себе что-то какие-то выделили, какие-то часы, посмотрите, как мало, допустим, вот как у меня получилось. Как мало времени уделяется своим любимым делам. И тогда вы можете сделать еще одну диаграмму, как бы вы хотели, чтобы у вас распределялось время. Не так, как есть, а как бы вы хотели. И у вас будет возможность их сравнить. И вы посмотрите, какой сектор вам надо увеличить, и какой сектор уменьшить. Исходя из этого, вы уже можете тоже распланировать. Это, возможно, вам поможет. Ну, как говорится, с чего-то надо начинать. Вот здесь хотя бы визуально вы будете понимать, на что уходит ваше время. И для чего бы вы хотели выделить немножечко больше времени. О телефонных звонках. О телефонных звонках мы всегда говорим по-разному. Ну, в разных задачах мы говорим о том, что нужно звонить, что нужно говорить. И при теме поддержки, и на нашей теме возражений мы говорим. Но у телефонных звонков есть немножечко, как скажем, такой телефонный этикет, который тоже очень важен, который очень дисциплинирует нас. Не только что мы говорим, но и то, как мы говорим. И особенно, как мы выглядим, когда мы говорим по телефону. И как бы нам ни казалось это странным, но это имеет очень большое значение. То есть здесь идет... Сейчас я хочу сказать не только о телефонном этикете, не только о телефонных звонках, но и о каких-то правилах коммуникации. То есть я собрала все вместе и выделила 10 основных правил при введении телефонного звонка. Вот так скажем. Здесь и телефонный этикет, и правила коммуникации. Поэтому, первое, нужно создать небольшой сценарий нашего разговора. Как мы готовимся к разговору? Мы создаем сценарий. Такой план, можно сказать. Во-первых, у каждого разговора, как и у каждого нашего дела, есть цель. И для того, чтобы достичь нашей цели, нам обязательно нужно понимать, в какое русло должен пойти наш разговор. Он не обязательно может быть, этот план, идеальным. Это может быть просто наметки. Но мы должны понять, какие пункты нам нужно не забыть, в обязательном порядке сказать, или какие вопросы мы должны задать. Потому что очень часто бывает так, что разговор может заехать прямо в какое-то другое русло, и нас отвлечет собеседник, и мы действительно зацепимся за какую-то очень интересную тему. И все, и потом мы положили трубку. Но я же забыла сказать самое главное. Я же не поэтому позвонила. Да, мне было приятно поговорить с этим человеком, мы давно не виделись, но я же не сказала самое главное. Да, когда это есть у нас перед глазами, это нас не уведет от темы. Поэтому это поможет нам и сосредоточиться на нашем разговоре. Очень важно улыбаться при разговоре. Как бы это ни было странно, но человек, который на другом конце провода, он чувствует, он нас не видит, но он чувствует улыбающийся голос или не улыбающийся голос, или злой какой-то голос. То есть, как говорится, улыбка может быть услышана. И, естественно, гораздо приятнее говорить с дружелюбным человеком, когда у нас хороший голос, расслабляющий, и мы в хорошем настроении. Это даже благотворно, скажем так, действует на нашего собеседника, если вдруг у него какое-то было неважное настроение. Но когда он слышит улыбающийся голос, дружественное приветствие, ему тоже это приятно, у него тоже может даже и улучшиться настроение. Может, если он не хотел никого не видеть, не слышит, но с ним так приветливо поздоровались, что он не может отказать в разговоре. Очень важно соблюдать правила корпоративного стиля, даже во время телефонного разговора. Абсолютно неважно, видит вас ваш собеседник или не видит. Одежда должна быть удобная, она должна быть подходящей для переговоров. Очень часто бывает так, что разговариваешь с человеком, и вдруг ты слышишь и понимаешь, что тебя вызывают на видеосвязь. Я думаю, у многих такое было. Разговариваешь по какому-то мессенджеру, если это человек в другой стране, и тут смотришь, все, у тебя загорелась камера, человек вызывает тебя на видеосвязь. Конечно, нам нужно быть нормальным внешне, вид должен быть приличный, голова должна быть причёсана, для того, чтобы мы в любой момент могли включить камеру и дальше разговаривать с человеком. И потом даже, наверное, у нас более деловой разговор получится, если мы готовимся к деловому разговору, он действительно получится деловым, если мы будем соблюдать деловой стиль. Я не говорю о том, что мужчины должны там одеть рубашку, пиджак, галстук и туфли, но пусть это будет рубашка и брюки, пусть это не будут тренировочные штаны, с растянутыми коленями, какая-то майка такая, которая на выпуск. То есть это расслабляет очень. Если деловой разговор, лучше, конечно, чтобы одежда была деловая. Ну, конечно же, хорошо, когда это нормальная, удобная поза. Либо мы сидим за столом, либо мы стоим у окна, тогда у нас диафрагма расправлена, и у нас совершенно другой голос. Если мы лежим, это тоже может быть услышано, что человек лежит. Наверняка сами много раз позвонив кому-то, говорю, ой, извини, я тебя что, разбудил? А, нет, ты меня не разбудил, я еще лежу. А мы понимаем, что человек лежит, у него немножко другой голос. Так и здесь, если мы звоним с деловым предложением, то не лежа из постели все-таки. Ну, естественно, не нужно жевать, не нужно там чего-то чавкать и кушать во время разговора. Если мы приглашаем собеседника на какую-то долгую беседу, тогда мы можем сразу сказать, давай сделаем по чашечке кофе и поговорим с тобой. То есть ты на том конце провода попьешь кофе, я на это. Тогда да, тогда мы можем пить, и не страшно, если у нас там по звукам мы услышим, что чашечка, там облюдечка, там тарелочка или еще что-нибудь там стукнуло. Это будет нормально, если вы заранее об этом договорились. Но если это деловой разговор, конечно, не нужно ничего подобного делать, особенно если не договорились. Но, естественно, нужно делать звонки в хорошем настроении. Даже если вам кто-то его испортил, что-то произошло, и вы понимаете, вот мне по времени прям все, я должен звонить, здесь нужно так, либо встряхнуться и перестроить себя, улыбнуться и все. Потому что то, что у вас произошло в вашей жизни здесь, в ваших каких-то делах, тут абсолютно никак не относятся к тому человеку, который ждет вашего звонка, которому вы сейчас будете звонить. И голос наш может нас выдать. Если у нас плохое настроение, и мы не умеем перестроиться, наш голос может нас выдать. У нас не будет энтузиазма в голосе, и тогда скажут, чуть ничего не понимают, что-то сам еле языком ворочать, что-то у него либо случилось, либо ему совершенно неприятен был этот разговор, зачем звонил, то есть непонятно. То есть о нас могут подумать все, что угодно. Поэтому, ну, конечно, это может быть даже и совершенно не, ну, как бы неправильное, но так может быть. Поэтому только в хорошем настроении. Если прям, ну, вот совсем криминал, и вы понимаете, что вы никак не можете провести сейчас этот разговор, лучше от него отказаться, позвонить, перезвонить, извиниться, сказать, прости, у меня форс-мажор, очень неприятная ситуация передоговориться о времени звонка, да. То есть говорить, что у меня форс-мажор в плохом настроении и грустным голосом можно, потому что это понятно, что что-то произошло, да. Делать презентацию или приглашать на встречу нельзя в таком настроении. Нельзя, да. Поэтому вот обязательно об этом думаем, обязательно учитываем эти вещи. Конечно же, хорошо, когда мы говорим медленно и чётко, когда мы не... Вот мы умеем быстро говорить, мы умеем быстро соображать, да. И вот я сейчас всё выпалю, чтобы быстрее, пока не положил трубку. Нет. Говорить нужно ещё и для того, чтобы вы выглядели, ну, чтобы как бы вы показали собеседнику абсолютно компетентным человеком. И если мы употребляем какую-то терминологию, такие очень умные фразы должны быть готовы, что собеседник наш этого может не понять. Поэтому либо мы говорим и поясняем, то есть не сыпем какими-то умными фразами в разговоре, которых могут люди не понять. Поэтому мы либо их поясняем, либо мы готовимся к тому, что человек нам сам задаст вопрос, а что это такое? Вот ты употреблял такой термин, а что это такое? Подожди, я не знаю, что это такое, да? И поэтому если мы употребляем какую-то терминологию, мы должны абсолютно точно, стопроцентно знать ему объяснение, что это такое и как мы можем простыми словами это объяснить и донести до нашего собеседника. Это тоже очень важно, потому что как только вы начали сыпать какими-то умными словами, а у нас в нашей технологии встречаются очень много разных терминов, элементарно анкерная опора. Человек не знает, что такое анкерная опора, да? И мы должны понимать, что это такое промежуточная опора, чем она отличается. Все, вот вам, пожалуйста, сумели объяснить, вас дальше слушают, не сумели объяснить, вас дальше слушать не будут. Поэтому если мы употребляем, то значит мы употребляем слова, то значит мы их и должны уметь объяснить. Дальше подстраиваем свою скорость речи под скорость речи клиента. Если он говорит медленно, то тоже нужно замедлить свой темп речи. То есть если человек нам сидит и говорит, я работаю там-то и там-то, я выполняю вот такие задачи, мне это очень нравится. Значит и мы переходим точно на такой темп речи. Почему? Потому что если человек говорит медленно, значит он и... То есть он говорит медленно, он выдает информацию медленно, значит он точно так же эту информацию принимает и усваивает так же. У него все идет в одном ритме. И восприятие информации, и подача информации. И поэтому, ну допустим, да, мы потерпим, как он медленно будет нам что-то рассказывать, отвечать, но я ему сейчас все равно все быстро расскажу. Можете потом даже не терять время, потому что если вы начинаете быстро ему что-то рассказывать, он просто потерял ниточку, потерял цепочку, у него все по полочкам не разлеглось. И хорошо, если у него хватит смелости вас переспросить, а нет, так и уйдет с неполученной информацией. Также очень важно не перебивать. Всегда позволять клиенту закончить то, о чем он начал говорить. Иначе вы можете прервать его речь, вы можете сломать ход мысли самого клиента, и он может очень обидеться. Он может обидеться, потому что он четко понимал, что он хочет вам сказать то, что для него реально важно. И вы вдруг его перебили, потому что вас это не особо интересует, потому что у вас другая цель, вы совсем по-другому, на другую тему хотели поговорить. Нет, если вы задаете вопрос, вы слушаете уже, и будьте готовы к тому, что да, на это тоже нужно потратить какое-то время. Лучше эту информацию профильтровать и вытащить для себя что-то очень важное, взять листочек. То есть лучше всегда, когда есть листочек, блокнотик, там, не знаю, ручка. Да, не листочек, я неправильно сказала, блокнотик с нашим логотипом, ежедневник, ручка с логотипом. И мы просто что-нибудь делаем себе, какие-то пометки из того, что он нам говорит. Как мы говорили, когда мы ведем список контактов, нам очень важно понимать, чем вообще живет этот человек. И это как раз нам и пригодится. Пусть он нам расскажет, а мы себе сделаем пометки. Это всегда при разговоре следующем нам пригодится. Поэтому не перебиваем, слушаем и даже что-нибудь для себя отмечаем. Также нужно быть готовым к тому, что нам скажут нет. Мы знаем, что есть такая статистика, что из 100% людей, с которыми мы поговорим, с которыми мы предложим проект, 30%, до 30% нам скажут нет. Наш проект их не заинтересует, они не захотят этим заниматься. И это абсолютно нормальная статистика. Люди имеют право не хотеть заниматься тем, что мы им предлагаем. Поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Ну, сказали нет, ничего. Мы либо договариваемся, опять-таки мы можем выяснить причину, почему человек говорит нет. Если он хочет, он нам скажет. Меня это вообще не интересует. Или у него просто сейчас не то время, не тот момент. У него сейчас есть что-то более важное. Вот через два месяца у него там закончится учебный год, он сдаст все свои выпускные экзамены. Ну вот, или там дети сдают экзамены. Ну, в общем, не важно. И вот тогда он говорит, все, я тогда буду в более расслабленном состоянии, я тогда смогу воспринимать. Сейчас, извини, я реально не могу. Тогда мы отмечаем, что перезвонить, договариваемся. Ну, давай тогда встретимся или созвонимся. Можно я тебе позвоню через какое-то определенное время. Ну, и обязательно, конечно, можно позвонить, если мы договорились. Как бы ни закончился разговор со стороны нашего клиента, мы все равно заканчиваем звонок вежливо. Мы благодарим за то, что уделили время, спасибо за разговор. Наверное, уже заметили, что очень часто, даже мы, когда звоним в какую-то контору, нам всегда говорят спасибо за разговор, и это услышать приятно. Поэтому любому человеку всегда приятна благодарность, приятна похвала, не нужно на это скупиться, особенно если вы реально искренни, а мы, мне кажется, когда мы действительно работаем в проекте, ну, мы искренни, мы, наверное, я по себе сужу, что у меня всегда какая-то эйфория, когда у меня идет презентация, когда я начинаю рассказывать, у меня всегда это идут положительные эмоции. То есть я совершенно честно восхищаюсь проектом и восхищаюсь людьми, которые приняли мое предложение, и всегда желаю добра тому, кому я это предлагаю, потому что мы ведь действительно желаем этим людям добра, мы же им предлагаем заработать и изменить что-то в своей жизни к лучшему, правильно? Поэтому вот с этим настроем мы общаемся с людьми, поэтому спасибо, что уделили мне время, всего вам самого доброго. Ну, договорились о следующей встрече, значит, хорошо, созвонимся там в такой-то, такой-то день, договорились. И самое важное, всегда мы принимаем последующие действия после завершения своего звонка, о которых мы договорились. Если мы сказали, позвоним через два дня, в обязательном порядке звоним через два дня. Не знаю, где мы себе это записываем, чтобы не забыть, но мы звоним. Мы обещали что-то отправить на e-mail, мы обязательно отправляем что-то на e-mail, то, что мы пообещали. Это очень важно, когда мы показываем свой профессионализм, свою компетенцию и свою, даже, может быть, в какой-то мере, обязательность и порядочность. Поэтому, потому что, смотрите, вы, когда приглашаете в свою команду, вы для этого человека руководитель этой структуры, вы для этого человека руководитель команды, вы для него лидер, вышестоящий лидер. И то, как вы себя ведете, как вы выполняете свои обещания, как вы вообще слышите людей, от этого как раз и зависит, будет он в вашей команде или нет. Он вас оценивает. Он вас оценивает. Поэтому все, что мы сказали, мы должны как бы нести ответственность за каждое слово, за каждое обещание, и, естественно, его выполнять. Но это как раз больше относится к навыкам коммуникации, для того, чтобы с нами хотели общаться, чтобы с нами хотели, к нам хотели присоединяться. Вот. На этом у меня все. Это все, что я сегодня хотела вам сказать. Большое спасибо, что вы были до конца. Спасибо тем, кто будет просматривать в записи. Я знаю, в записи много просматривают. Вот. Поэтому желаю вам хорошего вечера. Желаю вам хорошей работы. И встретимся через, наверное, две недели. Следите за расписанием. Поговорим о следующих двух задачах. задачи спонсора, задачи наставника. Все. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok